Председатель земской управы Егор Федорович Шмахин стоял у окна и со злобой барабанил по стеклу пальцами. Медленность, с которой часы и минуты уходили в вечность, приводило его в злобное отчаяние. Два раза ложился он спать и два раза просыпался. Принимался обедать, раз шесть пил чай, а ведь день только еще клонился к вечеру. Вид, расстилавшийся перед глазами председателя, казался ему серым и скучным. Сквозь голые деревья запущенного сада виднелся крутой глинистый берег. На пола рашина ниже его бежала выпущенная на волю река. Она спешила и рвалась, словно боялась, чтобы ее не вернули назад и не заключили опять в ледяные оковы. Изредка на глаза Шмахина попадалась запоздавшая белая льдинка, тоже спешившая куда-то без оглядки. — Сесть бы на эту льдинку, да махнуть куда-нибудь к черту, — подумал Шмахин. По берегу, понурив голову, широко шагал сторож Андриан с длинной острогой в руках. И то и дело, останавливаясь, устремлял свой скучный взор на реку. Около деревьев ходила черная корова и обнюхивала прошлогодние листья. Вся эта маленькая картина вместе с Шмахиным и его усадьбой была покрыта, как большущей мохнатой шапкой, тяжелыми неподвижными облаками. Но от нее так и веяло весной. Шмахину же было скучно и душно. Он стоял перед окном, глядел на постылую картину и вспоминал, что под вечер у непременного члена Ряблова составляется винт. Что у Марьи Николаевны в этот день празднуется рождение ее Петечки. Поезжая он в одно из этих мест, он и не заметил бы, как прошло б скучное время. Но как же можно было поехать, если разлившаяся река затопила все дороги, и если усадьба была окружена цепью зажор и оврагов, полных воды? Шмахин чувствовал себя, как в тюрьме. Он долго стоял перед окном. Наконец, мысль, что у Ряблова сели уже без него играть в винт, и что у Марьи Николаевны уже все сидят за чаем и толкуют про холеру и герат, стала невыносимой. Он выругался, послав по адресу погоду, отошел от окна и сел за круглый стол. На столе около лампы лежал альбом. Рядом стояла пепельница. Шмахин миллион раз уже видел этот альбом, но от скуки притянул его к себе и в миллион первый раз стал рассматривать карточки. Перед его глазами замелькали сестрицы, полинявшие тетеньки, офицер с тонкой талией, бабушка в белом чипце, отец Ефимий с матушкой, какая-то актриса в трико. Он сам. Покойница, жена с баллонкой на руках. Взор его на минуту остановился на жене. Приподнятые брови, удивленные глаза и тяжелый шиньон с брошкой на груди, все это вызывало в нем воспоминания. Часы пробили половину седьмого. Шмахин поднялся с дивана, прошелся из угла в угол и без всякой цели остановился посреди комнаты. На станции, ежели сидишь и ждешь, подумал он, то все-таки надеешься, что поезд вот-вот придет и ты поедешь. А тут и ждать даже нечего, хоть вешайся, поужинать может, хотя рано еще, и трескать-то не очень хочется, лучше покурю покуда. Подойдя к жестянке с табаком, он взглянул в угол и на круглом столике заметил шашечную доску. Не что мне в шашки поиграть. Расставив на доске черные и белые костяшки, Шмахин сел у круглого столика и стал играть сам с собой. Партнерами были правая и левая рука. Так, ты так пошел. Ну, постой, брат, да я же вот так. Но левая рука знала, чего хочет правая. Скоро сам Шмахин потерял счет в руках и запутался. — Илюшка! — крикнул он. Вошел высокий и худой малый в потертом засаленном сюртуке и в рваных сапогах с барскими голенищами. — Ты что там делаешь? — спросил барин. — Так ничего-с, на сундуке сижу. — Иди сюда. — Пойди сюда, в шашки сыграем. Только одну партию. Садись. — Да вы что-с, — ухмылялся Илюшка. — Не что можно-с. — Пойди сюда, болван. Садись тебе, говорю. — Да ничего, — противился Илюшка. — Мы постоим-с. — Да говорят тебе, садись, — ругался Шмахин. — Ты думаешь, мне приятно, если ты будешь торчать дубиной? Илюшка, нерешительно продолжая ухмыляться, сел на край стула и застенчиво замигал глазами. — Ходи. Илюшка подумал и сделал мизинцем первый ход. — Вы так пошли, — задумался Шмахин, прикрывая рукой подбородок. — Так-с, ну а я эдак. — Ходи. Илюшка сделал другой ход. — Так-с, да ты, харя, понимаешь, куда лезешь? — Как, однако, от тебя луком воняет. — Ну, а я эдак. Игра затянулась. Шмахину повезло на первых же порах. Он брал шашку за шашкой и лез уже в дамки. Но соображать и вникать в игру мешала ему одна неотступная мысль. — Приятно вести борьбу и победить человека равного, — думал он. — Человека, который в общественном смысле стоит с тобой на одной ступени. — А побеждать Илюшку, какой же мне интерес? — Победишь его или не победишь, а один черт, никакого удовольствия. — О, взял шашку и улыбается. Мол, приятно барина обыгрывать. — Еще бы, луком-то как воняет. — Небось, рад старшему напакостить. — Пошел вон, — крикнул Шмахин. — Чего-с? — спросил Илюшка. — Пошел вон, — крикнул Шмахин, опять побагровев. — Расселся тут тваря такая. Илюшка выронил из рук шашку, удивленно поглядел на барина и пятясь назад вышел из гостиной. Шмахин взглянул на часы. Было только без десяти семь. До ужина и до ночи оставалось и еще часов пять. В окна застучали крупные дождевые капли. В саду хрипло и тоскливо промычала черная корова, а шум бегущей реки был так же монотонен и меланхоличен, как и час тому назад. Шмахин махнул рукой и, толкаясь от дверные косяки, поплелся без всякой цели в свой кабинет. — Боже мой! — думал он. Другие, ежели скучно, выпиливают или занимаются спиритизмом, мужиков касторкой лечат или дневники пишут. А я один такой несчастный, что нет никакого таланта. Ну что же мне сейчас делать? Председатель я земской управы, почетный мировой судья. Сельский хозяин и таки не найду. Чем же мне убить время? Разве почитать что-нибудь? Шмахин подошел к этажерке, заваленной книжным хламом. Тут были всевозможные судебные указатели, путеводители и растрепанный, но не обрезанный еще журнал «Садоводство». Поваренная книга, проповеди. Шмахин нерешительно потянул к себе номер современника и начал его перелистывать. Дворянское гнездо. Это чье? Тургенев читал. Забыл, в чем тут дело, стало быть, еще раз можно почитать. Тургенев он отлично пишет. Шмахин разлегся на Софе и стал читать. И его тоскующая душа нашла успокоение в великом писателе. Через десять минут в кабинет вошел Илюшка, подложил под голову спящего барина подушку и снял с его груди раскрытую книгу. А барин храпел на всю Ивановскую.